Боярника, фронтовика, летчика, великого художника, моего лучшего друга, Юрия Романовича Икленко. Остальные все вопросы, пожалуйста, к нему. Дорогие друзья, спасибо. Спасибо. Вы извините, что немножко продвигались, но тут, значит, я хочу сказать, вот этот зал, который мне порекомендовала Серафима, здесь вот Севицкая сидит. То есть не просто так мы так пришли сюда, навесили вам, чтобы вам показать. Мы это дело все-таки как-то обмозговали, прежде чем вам показать мне эти выставки. Я хочу сказать большое спасибо администрации, завдиректора которой я контактил, и с руководителем арт-проекта, который сейчас выступал передо мной, Виктором Николаевичем Куратором. Те, которые делали все. Я уже сам, конечно, достигнул лазики не с вами. Я хочу вам представить еще два человека, которые именно занимались со мной этой выставкой. Это Симочка. Это вот Серафима Севицкая. Я сейчас ее подниму к себе сюда. Вы посмотрите эту белую женщину. Это первые. Они с людьми организовали одну из первых частных галерей, куда собрали всех тех художников, которые болтались там в 80-е и 90-е годы. Это вот она. Когда мы с ней обговорим, я всегда с ней советуюсь, потому что это не просто коллекционеры, я их считаю собирателем. Эти люди, она со своим мужем собрала столько живописных работ, когда настал момент, они все эти работы отвезли во все музеи. Они мотались от Хабаровска до Сыктывкара, Салихарта, Унты, Инты, где они только не были. И даже мне приходили письма из города Ашмяна какой-то. Да, Ашмян. Я, правда, не знаю, где это было. Но я все равно с удовольствием поеду когда-нибудь туда, когда настанет время. И вот эта дама, она в свое время, в этой галерее со своим мужем приютила всех художников к себе. Не было помещений, не было условий, не было денег, и они начали идти, молодых людей, вплоть до того, что они их кормили. И если кто помнит Банный переулок, там был громадный шестиэтажный дом, брошенный, выселенный, и там вообще ужасно все было. Но мы там сделали галерею, там выставлялись художники, и даже квартиры, уже, правда, все были при электричестве и при воде, они отдавали художникам. Я тоже там держал трехкомнатную квартиру свою. Правда, я боялся туда лезть на лестнице наверх, но все равно. Это дама, которой я, ну я не знаю, сколько я ее знаю, я, честно говоря, у меня всегда такой вопрос, сколько ты знаешь Серафиму? А я, честно говоря, не могу даже ответить на этот вопрос. И как-то я прочитал в ее книжке, в одной из ее книг, да, где она написала, что она и я родились в одном и том же роддоме. Значит, я ее сынаю, сколько, сколько ей лет, потому что она моложе меня. Я хочу вам еще одного человека показать. Это Орлова Толь Петровича. Я его, ну я не могу сказать, как я его люблю, но я специально его обучаю. Вот. Нет, нет, нет. Вот эти два человека, аккуратно. Вот так вот. Человек тоже собирает, это скорее собиратель, он даже не коллекционер. Он недавно отметил 60-летний юбилей просветительской деятельности. Вот он 60 лет собирает картину. Он сам лично с ноля на свои деньги создал, по-моему, пять музеев. Пять музеев. Но я вам скажу, вот видите, такой... Да, с подарком у него друзей. Видите, такой незрачный у меня мужчина рядом со мной стоит. Но это заслуженный врач. Это почетный гражданин города Долгопрудного, где он живет. И последнее его детище, это вот эта прекраснейшая городская галерея, которую мы и открывали тогда. Но я обратил ваше внимание, что он заслуженный врач. Понимаете, это человек, который... Вот этих художников, которые были вокруг него, вокруг, вот они вместе, это они параллельно шли. И вот это, когда эти все художники крутились вокруг него, и он этим художникам, кому надо, помогал. Я лично ему очень благодарен. Он мне подарил 20 лет жизни. Поэтому человек для меня очень родной. Понимаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, вот заслуженный... Вот, 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 артеноноск. У него артенон больше, чем у меня. Да, у него там заслуженные... Да, ну ладно, заслуженные. Заслуженные деньги не дают. Давайте, аккуратненько. Так, помогите мне их спустите. Дорогие друзья, и симпочку. Симпочку. На следующий год поедем на 105-летие родного. Теперь я хочу вам представить, здесь очень приличная группа, большая, я скажу, группа здесь находится. Это милые мои дорогие люди из магаданского землячества здесь сидят. Вот и пенсионеры, и молодые люди. Во главе, значит, с председателем магаданского землячества, сейчас я его попрошу выступить. Он является не только председателем магаданского землячества, но он является, значит, представителем от губернатора магаданской области здесь. Дело в том, что мы совсем недавно летом, где-то 12-15 июля, мы отмечали 75 лет города Магадан. Иван Васильевич, и часть людей полетела в магадан. Часть людей. Вот даже, наверное, здесь есть. Я не вижу Валентина Иванова Гулы, но они туда полетели. А вот, и вот видите, есть те, которые туда летали. То есть, они летали туда на празднование. И я сейчас вам представлю как раз Степана Арминаковича. Прошу вас. Да, я подниматься на трибуну не буду, сразу говорю. Но голос у меня достаточный, вы меня услышите. Вот смотрите по порядку. В Москве пошел снег. Выставка художника-полярника. Он в белом костюме. Художник-полярник. Картины. Они не нуждаются в снеге, они нуждаются в душе. Души здесь, в этих картинах, больше, чем нужно. Ну и 40 минут назад у него были опасения, что мало будет гостей на его выставке, а зал полный. Спасибо большое. И теперь еще одна уникальная деталь. 75 лет Магадану, скрывать не надо 77 лет Юрию Романовичу. Они почти ровесники, роддомы у них только разные. У Магадана главный врач роддома это Иосиф Вицаренович, а у него, видимо, женщина. Поэтому, Юрий Романович, выставки успеха, вам здоровья, Валентине Ивановне терпения рядом с вами неугомонны, а семье вашего сына благополучия. Всех вам благ. Обратите внимание на даму, которая мне сейчас подарила вот эти цветы. Дело в том, что если кто из вас знает, и наверняка многие из вас знают, что в Магадане в 96-м году была поставлена монумент. Вот эта скульптура громадная, Мастер Скорби, есть. Так вот, эта дама, это жена архитектора, которая помогала Эрнесту Иосифовичу ставить вот это сооружение. Он, я его приглашал, но он, к сожалению, сегодня не мог идти. Но зато вот я очень рад, что его супруга здесь. Дорогие друзья, Магадан, место очень интересное. И здесь находятся люди, которые очень давно приехали в Магадан. Вот там сзади сидят Георгий Жоржко, Стантеев и Шишкин, и где-то Дмитрий Андреевич Гулы. Они приехали еще в 50-е годы. Вы можете представить, вот они сзади у вас сидят и два молодых красивых мужчин. Да, раз женщины смотрят, надо встать. Открывать. Иван Васильевич Ширяков, командир отряда. Очень большинство. Вот, вот, вот. Так что здесь очень много полярников. И здесь есть великолепный один летчик, я вообще не вижу, Василий Васильевич Румянцев. Я для него даже написал... А, вот он, вот он, вот он. Спасибо, Павел. Спасибо. Я специально для него даже работаю. Это он написал, потому что он был вот этим разведчиком, ледовым разведчиком. И, кстати, тут есть женщина-летчица, которая тоже ледовой была в Барктике. Тут, между прочим, не одна женщина-летчица сидит. Вот эти люди, которые внести свою лепту в освоение с севера. Понимаете, что я когда просил этих людей приехать, ведь некоторые не приехали только потому, что они просто физически не могут, не могут приехать. А так вот, даже если говорить про Василия Васильевича, он прожил, он сам москвич, вот он рожденный в Москве, но он прожил в Магадане 40 лет. 40 лет. Вот он вернулся совсем недавно оттуда. Здесь много ледного состава сидит. Здесь, я не всех сразу вижу, но здесь, значит, сидит флагштурм внуковского авиаотряда. Где ты, Николай? Николай Александрович. А, вот он. И здесь сидят очень интересные еще пара человек, я, извините, скажу. Это вот с Антарктиды Виктор Петрович. Кого что-нибудь? Это как Антарктида. Рядом с ним еще там сидит, вот, Рудор Вячеславович, вот, да, который возил еще Хрущев. Ну ладно, я больше про них не буду. Я скажу про одного единственного летчика, который здесь, вот, есть. Я просто, я вам скажу просто так, который я знаю ни один, ни два, ни три десятка лет. Это Юрий Петрович Крючков. Юрий Петрович, вы где? А, вот он, вот. Это единственный человек, который летал больше 25 тысяч часов. Вот я с ним бессменно дружу все ровно 40 лет. Ну вот то, что не приехала Валентина Ивановна пока в Гула и я, в Гула и в Гула приехала. Это вот та, которая летала в Магадан, это первый онколог города Магадан. Здесь очень много, вот, да, 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 специально. Учая болит, поехал узнать, там есть там онкология или нет. Я говорю, иди ко мне, я онкология. А он мне откуда полетел? Здесь очень много летчиц, женщин, здесь находятся. Вот, так что вот и Татьяна Васильевна тут где-то с фотоаппаратом бегала. Вот, езжечки вот там две. Так что я очень рад, что вы сегодня пришли вот сюда. Я хочу сказать вам, что здесь у меня есть тут одна дама. Галина Алексеевна, а вот она, да, Галина Алексеевна. Это дама, которая семьи авиаторов Жуковских, которая выросла среди летчих авиаторов, это фонарка, и вся ее генастическая семья работает в авиации. Так что, вот, понимаете, вот это все люди, которые в свое время внесли какую-то лепту не только в город Москва, в культуру или в какие-то другие отрасли, но и всего нашего, того Советского Союза. Здесь две милые дамы сидят, я вам сейчас покажу. Здесь сидит председатель Совета ветеранов района Митина, Нель Лукьян. Вы можете встать, дорогая? Вот эта красавица, которая у нас в городе. Нель Лукьянна постоянно ходит на мои выставки, и сколько я их провел за более чем 10-15 лет, она была всегда со мной. Здесь большая группа находится еще интересных людей. Это общественная организация «Дети Великой Отечественной войны». Здесь председатель, Евгений Викторович, это вот председатель общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» города Магадан. И она привезла своих... Москва! Москва! Города, а я что сказал? Москва! А я? Магадан! Магадан, я не знаю, Москва, и, конечно, Москва. Но я хочу, Евгений Викторович, сказать интересный момент, что здесь сидят мои друзья, старше меня, которые, они являются детьми огненного Сталинграда. Вы представляете, даже такие есть организации. Есть организация «Дети военного Сталинграда», «Дети боевого Сталинграда». Они здесь, то есть эти люди были в 1942 году именно в Сталинграде. Они как раз здесь находятся. Вы понимаете, эти люди, которые помогали, они же были старше, чем мы, и они помогали в то время, именно в 1942 году, когда Сталинград был окружен. Среди них находится мой друг Эталон, на который я очень ориентируюсь. Он летчик-снайпер, офицер Советской Армии, полковник, конечно. Он, понимаете, вот, чтобы узнать, что такое летчик-снайпер, я даже сам не знал, мне пришлось ехать вот в библиотеку авиации к Виктору Петровичу, чтобы прочитать, ну что это такое, что это за люди такие. Одно дело аэрофлотовец, вот Юрий Петрович летал там 20 тысяч тонн, а это он в гражданской авиации. А этот человек, который летал на истребителе и был снайпером на Дальнем Востоке. Нас с ним объединяет три позиции. Первое, то, что он учился в Уральском училище, я за ним следом учился. То, что он закончил, качал, я за ним следом закончил, качал. И у нас общий был друг, который воевал в ту Корейскую войну в 1950-53, которого мы оба знаем. Поэтому он для меня является эталоном, он для меня является примером, и я ориентируюсь на него. Дело в том, что я для него написал вот работу ТУП, последнюю вертию. Специально для него, именно вот то, что он был снайпером, то, что он выполнял именно стремительный полет, я специально эту работу сделал. Эта работа и еще две, посвященные Корейской войне, потому что, если кто помнит, в прошлом году отмечалось 60 лет победы героического корейского народа над агрессорами Соединенных Штатов Америки. Мы с ним поедем к этим нашим товарищам в Корею, корейцам, и там мы эти работы посмотрим. Здесь много, я вот смотрю, есть гости и весь географическое общество, есть, тут целая группа альпинистов во главе с директором. С директором музея сидят, да, 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 вот, здесь вот эта группа здесь, и они люди, которые меня с собой всегда брали, когда альпинисты делают громаднейшие выстрелы. Они со мной и я с ними. Здесь среди нас находится очень интересный человек, это Юрий Петрович Сальников, где-то я его видел. Вот он, вот он, Юрий Петрович Сальников. Это вот человек, который ищет до сих пор погибший самолетный экипаж Реваневского. Вот он летает туда, на Аляску, где-то он там что-то нашел, ну вот сейчас опять, наверное, поедет, там поищет, и так будет искать еще очень долго, это все будет при нас. Ему помогает тут дама очень милая, Галина Дмитриевна, которая сотрудник этого музея Леваневского. Ну, что-то я увидел, а, вон, ну, нашла, действительно. Ну, вот, так что, кстати, Юрий Петрович Сальников, он, если кто когда-нибудь видел первый документальный фильм о Гагарине, это снял он, потому что он как раз и есть подстеночник, кинооператор, преподаватель книг, который снял именно с Гагарином. Он ездит на место гибели Гагарина, и вот сейчас он занимается с этим музеем Леваневского, поиском Леваневского. Она здесь, не пришел писатель, который дописал последнюю книгу о Леваневском, но вот так получилось. Ну, ладно, я про всех рассказал, но здесь художников-то побольше, и поэтому, позвольте, я вернусь к художникам, поговорю о художниках. Значит, здесь у меня два друга, ну, один, ну, вот видите, кто-то болеет, кто-то кошеляет, но не приехал человек, президент Федерации Акбы Живописи. Но здесь у меня есть мой друг, Анатолий, а вот он, Анатолий Петрович Мастренко, это тот один из макикан, который, еще дальше, здесь есть Владимир Александрович, он приехал из одной страны сюда, вот, он тоже выставлялся на Малой Грузинской. Так вот, я хочу сказать, что это вот те люди, с которыми я, собственно, начинал, начинал выставляться в Москве. Анатолий Григорьевич сейчас вот живет на Волге, там строит дома, вот меня уже приглашают, с ученицами или с кем? Все приглашают. Да, с учениками я поеду, да. Вот, поеду к нему туда, на Волгу, там дом даже построят. Значит, и вот, и вот этот тоже директор там построят, долгопрудный, нет, тоже дом. Ну, вот не знаю, где надо набрать учеников и туда съедем. Жребий. Съедем, да, съедем. Так вот, этот Анатолий Григорьевич, это тот, который выставлялся в подвале на Малой Грузинской. Сейчас звонил Слава, Калинин, сказал, что называется подвал Володи Высоцкого. Высоцкий жил на этом доме. В этом доме. Вот. Ну, вот мне, видите, мне тут пришла записка, мне вот подковали. Просим рассказать о вашей музе и показателе. Ну, вообще фантастика, я даже не думал. Короче, здесь мои друзья-художники. Про музу я могу сказать. Да, муза. Муза, 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 муза. Муза, муза. Он сказал, тут приходит дама, фотографирует твои работы. Ну, мне, конечно, было очень приятно, но даму я никогда не видел. И вот, а мои друзья-художники сказали, что это твоя муза. Так у меня появилась вот муза. Она сама по себе, я сам по себе, я сам по себе. Она по себе, как птица-феникс, пролетала-улетала. А потом, когда вот Игоря жалко нет, значит, был такой, уже когда подвал Володи Высоцкого стал закрываться, значит, где-то от 1985 до 90-х годов прекратилось существовать этот выставочный зал. Значит, прошло уже достаточно много лет. И когда мы забирали вот с Игорем работы тогда, вдруг какая-то дама подходит. Слушай, я говорю, твоя муза, зачем? Ну, это на моей физиономии было написано все, что я думаю о ней за 15 лет. Ну, мы познакомились, она оказалась камчедалка, вот, и поэтому ей мои вот эти работы очень понравились. Ну, я пригласил ее к себе домой, а мы, не домой, а в мастерскую. Значит, мы с папой держали мастерскую, она произвела на папу впечатление, вот. Ну, мы пообщались там про Колумбу, про Чакотку и про Камчатку. И папа, мой очень умный, мудрый человек, в то время говорит, Слушай, возьми ты, говорит, ее с собой в деревню, ты же едешь на пленэр. А я так пожал плечами, а он говорит, да че ты там женщина же в доме пригодится. Маленьше. Хащи сварит. Ну, если как не понравится, ну, посадишь на пояс, и домой посадишь. А, да, правда я говорю? Ну, вот, видите, у меня живой свидетель есть. Ну, вот. И вот так вот получилось. Ну, а когда она оказалась не то, что там в деревне, она, кажется, умела жить в деревне. Она и землей занималась, и пчеловодством в мастере занималась, и дрова таскала, и все. Вот, так что она прижилась. И вот так получилось. Потом папа мне говорит, ну, если хочешь, чтобы она жива, то нельзя, ну, жениться. А просто так, да, ну, я не кучу в дом, но пришлось жениться. И вот я свою жену с нами 25 лет, а она меня, получается, 40. Ну, как так бывает? Ну, наверное, так бывает. Вот так мы и живем. Так что, я вам хочу сказать об этих... Здесь художников очень много. Здесь, кстати, вот последние 90-е годы, когда было, так сказать, тоскливо, и когда художники, мы уезжали в Весье, забрал я ее в Весье, вонские леса туда, вот так, ну, нормально, прожили, слава Богу. Вот. Здесь очень много художниц. Здесь вот Леночка пришла, где-то я ее не вижу. А, вот она, да. Она, значит, работала в Большом Кремлевском дворце. В Большом Кремлевском дворце, туда, конечно, мы, она добирала группу. Вот она, красавица, здесь тоже очень давно ее не видел. Здесь есть, значит, ну, вот когда вот эта муза моя все прошло, ну, сейчас мы состарились, вот она уже тоже, так сказать, в возрасте, а я вообще состарился. Ну, мы решили тогда... Зависи, что вы спешили? Фантастика. Да, значит, мы решили завести себе музу. Я хочу ее показать. Ворота, иди ко мне. Вот мы, значит, себе завели... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот теперь у нас такая юная муза, которая еще в школу не ходит, вот такую маленькую, да, спасибо. Мы заимели на двоих. У меня еще есть муза, да, с фотоаппаратом. Но это уже потом. А вот это муза, которая нас сейчас вдохновляет. Вот. Ты с кем пришел? Ага. Да. Значит, папа ее, Киевекский, но он родился, вырос пока дали. Кирилл Юрьевич, покажи свою семью. Вставай, подавай. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот видите, у нас в музе еще есть многодетные семьи. Ну вот так, так что мы с этой музой теперь дружим уже длительное время. Вот она с нами. Я очень рад, что она у нас теперь есть, и она будет нас, значит, вдохновлять на новые подвиги. Здесь есть группа художников, группа художников, которая работала в Храме Христа Спасителя. Спасителя, да, но тут практически еще не подошли. Вот. В Храме Христа Спасителя это 1999 и 2000 год. Мы работали в Храме. Вот. Во главе нас был художник-священник, но он не пришел. Пока не пришел. Может быть, придет. Он уже не священник. Служба. А он уже епископ, я не знаю, Завигородский, с ним уже сложно, так что будет трудно на него найти. Ну вот. Ну вот так примерно я хотел вам рассказать наш творческий жизненный путь. Юра, Юра, мусор. А деточка хочет что-то сказать? Я хочу сказать? Нет, пока она не... Ну, Толя, сейчас ты... Лучше ты поговори, что ты для детей свариваешь. А она? Я, знаете, что... Про Миронова напомнил. Не понял. Про Миронова напомнил. А, Верочка, да, милая, да. Вы знаете, художники, вот интересно художники, да? Значит, эти художники не только внесли репту в культуру Москвы и страны, но эти художники были сами и делали свои какие-то течения. Кстати, вот Верочкин муж, это же мой друг, вот наш общий друг, вот, Миронов, Борис, вот, он даже сделал, он вывел свое течение и научил своего учеников своего течения. И сейчас им пользуется и не знает, что это придумал Борис Миронов. Я увидел дверочку, очень приятно, спасибо, что ты сказал. Но я хочу сказать обыск, друзья мои. Я не буду вам ничего рассказывать, потому что это делал вот этот арт-директор. Значит, единственная моя просьба была сделать вот эту тему севера и вот это, то, что я сказал с подвалом Малой Грузинской, вот, как ретро-картинка, которую мы здесь повесили. Значит, обо мне, о технике, о материалах, о сюжетах, знает обо мне больше, чем я сам о себе, это вот Мастренко, мой любимый друг Анатолий Григорьевич. Если ты не возражаешь, я бы хотел, чтобы ты сказал несколько слов. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очень теплая встреча, очень. И основой всего этого является мой друг Юра. Я его буду Юра называть, и это мне ближе и теплее. Мы с ним связаны очень долгие годы, очень долгие годы. Сразу скажу, человек необычный и легендарный. Почему? Отвечаю за свои слова. Что важнее для него общественная работа или творчество. Наверное, он такой человек, разноплановый. У него прекрасные работы, они здесь выставлены. Они здесь этапами, как он творил, так они здесь представлены. И даже знаковые работы все. Вот, например, левая сторона связана с Магаданом, с его полетами, с восхищением этого края. С этой стороны. Своебразные такие работы. Чтобы вы знали, какой у него характер, посмотрите вот ту работу, где он там, я извиняюсь, сопли вытирает мужику, который не в то горло водку пропустил. Вон, сейчас с фотоаппаратом отойдите. Во-во-во-во. Вот Юр такой. Он всегда людям поможет. Он всегда вместе. Вот это тоже знаковая работа. И они все тут знаковые. Вот портрет женщины, пейзажи, вулканы, полеты. Я так задумывался, почему он стал моим другом и стал прокручивать свою жизнь. В этом году каждому из нас, Юре и мне, исполнилось по две семерки. Витя. Не, не только тебе, подожди. Извините. Мне сегодня Сибочке, Варваре и Валентине Ивановне день рождения. Мы вас пригласим сегодня ответить. И Толя, и Толя, и Толя. Какой мой друг, я в тебя. Ну вот. И я стал думать, а хотел я быть летчиком? Признаюсь, да. Я был мальчиком, бегал в авиамодельный кружок. В советское время это было доступно. Потом кто-то меня потащил в струнный оркестр. Я там играл на мандолине. Но опять вернулся к моделям. Делал авиационные модели. Когда я закончил школу, то решил поступать в военное училище авиационное. Я выбрал Ельское высшее военно-морское училище летчиков. Потому что я родился в Кизляре. Там я родился в Агратион. Там, где были великие поэты, писатели. Но я сейчас не о себе. Я просто вижу свою связь по жизни и с ним. Он же тоже мечтал летать. Он летал. А у меня не существилось. В одной простой причине, что левый глаз 0,8. Второй 0,8. И меня в авиацию не взяли. Но я пошел в военное училище. Горьковское военное училище техников связи. Я его закончил. И когда я поступал в самое смешное военное училище, левый глаз 1, правый 1. Но по судьбе так и случилось. Но далее судьба опять-таки разворачивается. Я закончил военное училище в Горьком. А меня прислали служить в Москву, в Генштаб военно-воздушных сил. Где командующий был, в Вершинин. Опять, понимаешь? Юрий, я долго... Я с Верочкой, я с Верочкой. Ты меня можешь... Не-не-не-не-не. Ты говори, говори. Ты понимаешь? Вот опять я в авиации. Василий Сталин был командующим у нас в Московском округе авиационном. Я был на стадионе, где он футбол гонял. В Мабарях, здесь, под Москвой. Начальник штаба на воротах стоял. Он бегал, кривоногий, маленький. Забивал футбол. Это действительно... Скажем. Да. Сейчас к живописи возвращаюсь. Но, сколько бы я ни служил, я ушел все же в запас. Вот. И поступил в Строгановское высшее художественное промышленное училище. Сейчас академия. Вот. Но искусством я не стал сразу. Я в детстве много рисовал. Ну и закончил университет, народный университет искусств. Потом в студии учился. Строгановку закончил. Очень много занимался. А вспомнил опять Юру Екеменко. А ведь он был маленьким, а уже бегал в детскую художественную школу на Красной Пресне. И он там учился. Вот откуда все пошло. Вот это не раздвоение личности. Это говорит о том, что человек многоплановый. И одно другому помогало. Теперь мы с ним познакомились при интересных обстоятельствах. Игорь Кочетов, прийти. Он мне вчера позвонил. Говорит, не смогу прийти. Ноги болят. Я сейчас, Игорь, чем я делал слово. Мы с Юрой познакомились на Малой Грузинке. Потом, Юра, Юра, ты вспомни, это интересно. Про галерею «Русский Север» на Доме культуры Шарико-Паджики. Дубров. Дубровка, или как? Первая Дубровская улица. Вот, понимаете, там Юра делал выставки. И вот, если сказать, вот меня спросить, а сколько он персональных своих выставок? Не отвечу абсолютно. Он такой вот живой, энергичный. Сегодня он в президиуме сидит, в Митинском районе. Завтра персональная выставка. Послезавтра идет в школу. Детям рассказывает о Великой Отечественной войне, о творчестве. Но это просто, ну как говорят, живчик, да? Пусть будет живчик. Но он энергичный. Он несет пользу, он несет пользу людям. Теперь, о чем ты хотел? Все, все, спасибо, уже. Сейчас Верочке. А в картинках? Верочке, я, я, Верочке. Платят, платят. Так, вот здесь сидят... Значит, здесь сидят москвоведы, москвоведы. Вот Мелов сидит, Семен, его знаете, да? И вот здесь где-то Евгений Петрович Меликов где-то сидит. Вот он, да. Искусствовед и историк, москвовед и историки. Вот двое здесь сидят. Потом я вас познакомлю. Так что я похож на все пыли. Я вот сейчас Толя сказал о моих выставках. Он правильно высказал. И здесь некоторые были на выставке, на очень интересной. Вот так Галина Алексеевна, которую я поднимал и показывал из семьи авиаторов, она сделала мне самую лучшую выставку в Московском доме общественных организаций на мое 70-летие. Сейчас скажет нам моя любимая Верочка Семенкова. Это та, я о ней говорил, это супруга нашего друга. И тогда, Виктор Николаевич, можно заканчивать? Как художник знает куда? Художник и поэт будет вам читать стихи и приведет вас в другое место. Дорогие друзья, я постараюсь, чтобы вы не заснули и постараюсь в компактное. Вы уж меня оброждите, потому что мне очень бы хотелось, я сама вышла, напросилась, можно сказать, на правах. Очень старого друга, художника, искусствоведа, журналиста. Сей дом – это мой родной дом. Я с 80-го года член Союза журналистов. Так получилось, что по судьбе я не только жена Бориса Миронова. Я, как вам сказать, абсолютно художественная личность, которая проживала и проходила по тем же самым путям, дорогам, дышала теми же самыми небесами, облаками, какими дышал и ходил Юра на мой период жизни. Я не знаю его северного пути, но я могу как художник, как человек, который побывал у него весь в Йогуртске. Мы с Борей туда приезжали, мы ходили по этим лесам, мы тащили эти телеги там с нашим скабом. Мы дышали совершенно необыкновенным воздухом, который питает творческие души. Вы знаете, ведь только живая природа дает нам тот мощный поток энергетики, который потом рождает произведения, способные затронуть сердца и души людей. Вот то, что здесь представлено, это все замешано вот на соках земли, на мощи, на стихиях. То, что вы видите здесь, это стихия севера, это труд великий, это труд летчика, это его постижение небесных пространств и тех сфер, которые нам, простым здесь, смертным, недоступны не каждый. Простите, летает в небесах, да? Какая энергетика? Энергетика контрастов, энергетика мощных стихий, которые действуют и сочетаются друг с другом, у них своя драматургия, у них свои завязки. У них такие необычные ситуативно-драматургические моменты, которые не каждому художнику повезло видеть, а главное, унести сие увиденное. Ибо унести в душе, в памяти вот эту мощь стихии, вот эти катаклизмы природы, которые там высоко и далеко и где-то еще плюс холодные на севере, Это для нас большое информационное поле, это для нас пласт познания, это для нас открытие, не меньше, чем мы смотрим во всяких телевизионных программах, когда нам так гладенько, складненько, дай бог, редко, бывает очень художественно, да? Преподносит информационно, а это не информация, это прожитые моменты, аккумулированные. Вот что самое сильное у Юры, он умеет это внутри себя осознать, прожить и вынести, как идею, как мысль аккумулировать, скрутить, завернуть. Композиционно такие у него завязки, что по нему не стоишь и думаешь, ой, мамочки, не дай бог попасть, может быть, вот в этот клубок стихий, не дай бог, чтобы тебя где-то захватила какая-то шаровая молния, а здесь, простите, что не картина, то шаровая молния своя, а это мыслящие ипостаси, и эти мыслящие ипостаси нас двигают по жизни. И вот когда этот север перешел сюда, в Москву, он не только нас, что, не слышно? Показываешь? Он не только нас здесь озарил закатами, восходами, вот этими мощными совершенно потенциями, которые нам не виданы, он окунулся и в нашу природу средней полосы. И я видела, как Юра и Валя вот в этой земле постигали иную суть уже здесь, нашей, средней полосы, нашего русского севера, так называемый, Сьоганск, это все-таки не юг России, согласитесь. Тверская губерния довольно далеко, да? И как там пахло, какие там леса, какие там ели. Вы знаете, это то счастье, по которому надо однажды пройти босиком по этому мху, родить там и вырасти то, что скапано и вот поими руками. И когда ты хоть раз живой росток посадил, а он потом дал тебе плоды, это те же полуданные прояснения такие души и сердца, которые и сейчас рождают картины, нафеморты, какие-то житейские сцены, такие душевные, человеческие взаимоотношения, потому что деревенская жизнь, это вот та основа. Вот за этим столом, говорят, вот там, где платочку соперника теряют, да? Это вот то, что несет в себе большую человеческую энергетику дружбы, любви. Иначе откуда здесь, в этом зале, такое количество друзей? Это же его натура. Вот как он может быть и художником, и человеколюбом, да? И вот за это человеколюбие, за это постижение доброты во взаимоотношениях с людьми и, наверное, суть художника. И я, Юлочка, тебя благодарю. Спасибо. За эту мощь человеческую. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я начну со стихов. Моему другу. С годами башня оседает в тле. С годами аустроза потухает. С годами гордый сломлен и преслед. С годами океан пересыхает. С годами разрушается кремень. С годами осыпаются вершины. С годами слава отступает в день. И в лик земли врезаются морщины. С годами даже солнце поутру. На небосклоне задержаться рада. Бесчестье приобщается к добру. К растерюбцу золота не надо. С годами все меняется вокруг. Лишь вы не изменяетесь, мой друг. Ты в романке, я знаю, что обстоятельства в городах мира еще с 90-го года. И позволю еще маленький, коротенький рассказ. Человек и край земли. Человек стоял на краю земли, на вершине горы. И о чем-то заточено думал. Далеко внизу близкались безбрежные моря. Стальки дельфинов проплывали вдалеке. Вечер был прозрачный и тихий. Лишь теплый майский ветерок, о чем-то шептался с прибежными скалами. В тайнестовом небе загорались одинокие звезды. Природа находилась в состоянии торжественного молчания. Она словно не хотела мешать ему думать. Человек стоял на краю земли, наедине с природой, наедине с собой. Не было никого вокруг. Он и его планета. Он и его вселенная. Ему хотелось поговорить с ним, не злить свою душу. Здесь он не генерал, не президент, не министр, не ученый, не инженер, не художник, не таксист, не плотник, не муж, не отец, не сын. Здесь он просто человек. Он дитя природы, частица Вселенной. О чем он думает, стоя на берегу своей жизни? Все люди время от времени выходят на берег, чтобы оклянуться, кто я, зачем я живу, чтобы наедине с природой, для которой не существует ни рангов, ни чинов, посмотреть на себя, на свою жизнь со стороны. А потом, расправив плечи и сгоргнулись, пойти по жизни дальше. И вот он стоит, глубоко вздыхая запах моря, чистый запах Вселенной, дышит, дышит, в жадных промах, чтобы воспоминания о тихо плечевом огне, ласковом весеннем терке, иногда останавливая от бесчеловечного, человеческого. Дай, дай мебель, дай кресло, дай машину, дай дачу, дай квартиру, дай деньги, дай, дай, дай. Он стоит и думает здесь, на берегу моря. Он понимает, что прожигать свою жизнь так нельзя. Это бесчеловечно. Ведь погоня за жизнью, можно пробежать мимо нее, чтобы жить, здорованную ему Господом Богом и родителями, и так прекрасную саму по себе, не разменять на стаканы водки, на интердевочек, или еще что-нибудь. Но хватит ли у него сил, терпения и здоровья для борьбы? Человек-то долго стоял еще на вершине, на краю земли. Внизу была бездна, обрыв метр пятьсот, где пришкались прибежные скалы. Вверху только бесконечное небо, а впереди переломутрия облака, бескрайне изогнутая дугой полоска горизонта. Даже одинокий орел пролетел ниже него и скрылся в облаке за скалами. Еще и ему миг, и он, подобно птице, полетит за горизонт, наслаждаясь трудными виражами, внезапными подъемами и голокружительными падениями. Человек стоял на краю и раскачивался в стакт биения сердца, в стакт мелодии моря и неба. И вдруг, резкий порыв ветра толкнул его вниз, человек замахал руками, поскользнулся и упал. Отчаянно взмаха руки уцепился за корешок дерева, торчащего в расселении, и повис. Шла секунда за секунду, и человек понимал, что долго так продолжаться не может. Внизу обрыв прибрежными скалами. Вот он, час пик. Что он, человек, по сравнению с этими огромными тысячелетними скалами? Всего лишь песчинка или... На немоверном усиленном воле он сконтанцировался, сделал отчаянный бросок вверх, ухватился за выставку в скале и подтянулся. Так делал он не раз в этом молодости, на армейских сборах. Человек не ожидал от себя такого рекордного взрыва силы и энергии, тяги к жизни. Он перелег дыхание, отрежнулся, перекрестился, еще долго-долго стоял на краешке земли, пырил сигарету с сигаретой и думал, пока глаза у него не теплее от прошлого, внезапно отбежавших мыслей и мужская слеза не прошли до мозга костей. Спустя минуту его глаза стали чистыми и спокойными. И тогда он умылся прохладной росой, расстраивал плечи, глубоко вздохнул, повернулся и медленно-медленно пошел в глубокую деревянку, чтобы прожить. Продолжать жить, надеяться, любить, мечтать, творить. Лишь к их ламутровым облакам рвошали его своими фантастическими очертаниями. До одинокой щайка махнув его, пронесла до льня за прибрежными скалами. Поэтому мы закончим на моем выступлении и моих друзей. Пожалуйста, посмотрите работы. Есть ли какие вопросы, кто ли? Вот, к Анатолию Григорьевичу. Я не знаю, что я... Вот знаете, меня лучше, чем я сам себе. Я пришел, вот я пришел. Желательники в Адарах подали. Да. Со дворей из Москвы. Да, спасибо. Книга «Лучший друг» стоит и молчит. Вдолг не просит. И с Магаданом привез 5 тысяч домов. Вдолг не просит. Спасибо. Сигарет не стреляет. С каждым годом лишь дрожает. Ввиду того, что у вас день рождения, мы вас пригласим в соседний каминный зал. Пожалуйста. Где мои ветераны? Пожалуйста, встаньте. Вставайте. Я попросил ветеранов на счет заводит. Занять каминный зал. Сейчас мы их просят вперед, и мы за вами пойдем. В палитре красок, в палитре мнений, в палитре щук, в телохновении, оттенки мыслей, радость, сладость, в палитре, лекарь, палач. Держали судьбу в седерог за день. Они в картинах среди людей. Веди, веди, веди. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Более всего.